МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Главные темы недели в Севастополе, Крыму, России и мире в эфире независимого телевидения Севастополя. В студии Севинформбюро Марина Иванова. Здравствуйте. Ситуация по ковид-19 остается напряженной. По состоянию на утро 27 сентября зарегистрирован 21 новый случай заболевания в городе. Все это люди в возрасте от 20 до 82 лет, преимущественно местные жители. За неделю прирост случаев опасной инфекции в Севастополе 155 человек, четверо умерли. За последние сутки из больниц выписаны 13 пациентов. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 946 человек. В стационарах остаются 269 из них. Всего выздоровели 614 пациентов, 26 скончались. На сегодняшний день в инфекционной больнице наблюдаются 224 человека. В городской больнице номер 9-220. Под наблюдением по месту жительства 428 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Президент России Владимир Путин прокомментировал рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Севастополе. Глава государства подчеркнул, что это естественное явление после курортного сезона. Об этом российский лидер заявил на встрече с избранными главами субъектов России, которая прошла 24 сентября в формате видеоконференции. Естественно, что после курортного сезона в таком городе, как Севастополь, там и коронавирусная инфекция немножко подросла по показателям. Собственно говоря, так же, как во многих других регионах. Это понятно в силу летнего периода времени, когда люди общаются между собой тесно, довольно большими группами собираются. Это во всем мире происходит то же самое. Я уверен, что в силу принимаемых нами мер и на федеральном уровне, и на региональном, эта ситуация будет улучшаться постепенно. На той же встрече Владимир Путин пообещал поддержку федерального центра при выполнении планов развития Севастополя. Лидер государства отметил, что хорошо знает, сколько проблем, которые копились годами, предстоит решать и в Севастополе, и в Крыму. Мы в состоянии решить все вопросы. Нужно только в контакте с людьми, как я уже говорил, и как коллеги сегодня уже несколько раз тоже отмечали, выявлять наиболее острые проблемы, сосредотачивать на них свое внимание, подтаскивать туда и финансовые, и административные ресурсы, решать в ходе текущей работы. Но за этим никогда не нужно забывать о перспективных стратегических целях развития соответствующих регионов, в том числе и такого важного, как Севастополь. Владимир Путин считает, что люди, безусловно, ждут значимого для них, осязаемого результата от работы команды губернатора Севастополя. Не сомневайтесь, поддержка федерального центра будет обеспечена. Надеюсь на ваш профессионализм и заинтересованное отношение к тому делу, которое вам люди доверяют. Временно исполняющему обязанности губернатора города Михаилу Развожаеву вручили удостоверение победителя на выборах высшего должностного лица Севастополя в понедельник 21 сентября. Его вместе с рядом документов, сопровождавших выборный процесс, в торжественной обстановке передал председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Победа Михаила Развожаева была зарегистрирована ранее этим же утром на заседании избирательной комиссии. Официально вступить в должность новый губернатор должен 2 октября. После принесения присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, а также уставу города. Затем, согласно процедуре, региональное правительство будет отправлено в отставку. После чего вступивший в должность губернатор сформирует новый исполнительный орган власти. В понедельник же Михаил Развожаев поручил организовать выдачу медицинских масок в общественном транспорте. Мы просто к тому, что, видимо, все-таки, чтобы на транспорте людей как-то приобщить к культуре ношения масок только с помощью их раздачи, видимо, на входе. Потому что, мне кажется, по-другому это невозможно у нас будет реализовать. Поэтому надо оценить просто объем потребностей и стоимости. Для этих целей глава города поручил директору департамента транспорта Сергею Румянцеву оценить ежедневный пассажиропоток. По словам Михаила Развожаева, раздачей масок займутся кондукторы или волонтеры. В инфекционной больнице и в горбольнице номер 9 рассказали, как проходит лечение заразившихся коронавирусом. Нагрузка на сотрудников с мая выросла в три раза. Так, на одну медсестру в среднем приходится от трех до шести больных коронавируса. Об этом сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Севастопольской инфекционной больницы Юрий Жуков. К каждому тяжелому больному может быть подключено около шести приборов учета, за которыми следит всего один человек. Томаты, которые лекарства дозированы, дают сам аппарат ИВЛ, мониторная система, инфузионный насос для зондового питания. Это все нужно менять в течение каждых часа-полутора часов. Плюс переворачивать такого больного нужно в пронпозицию, плюс санировать такого больного нужно, плюс это еще инфузионная терапия и все остальное. Это один больной. Если таких три больных, то 24 прибора учета на одну медицинскую сестру, если их пять. Заместитель главного врача Севастопольской городской больницы номер 9 Алексей Жоз отметил, что инфекция опасна высокой заразительностью и риском осложнений, вирусной пневмонией или отеком легких. Заболевшие принимают противовирусную терапию и сильно действующие антибиотики. Пенсионеров старше 65 лет, а также людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы зачастую переводят в отделение реанимации. Сам вирус обычно в течение двух недель, трех недель уже не выделяется в результате начала противовирусного лечения. Но мы имеем дело с осложнениями, которые иногда протекают довольно выраженно и довольно длительно по срокам нахождения. Здесь бывает до месяца, бывает до двух месяцев. У нас очень большое количество поступивших к нам в стационар, ежедневно поступающих в стационар. На врачей, на средний, на младший медицинский персонал идет очень большая нагрузка. Ну и в данный момент у нас на одного врача, допустим терапевта, там приходится больше 30 больных. В пятницу на заседании городского правительства принято постановление о продлении федеральных стимулирующих выплат еще на месяц. Президентские выплаты. Ранее срок был август 2020 года. В соответствии с постановлением правительственной федерации, меняем срок на сентябрь 2020 года. Еще одной горячей темой недели стало обсуждение проблемы водоснабжения города. Засушливый год и изношенная система сетей водопровода рисуют перспективу дефицита воды и введения ограничений поставок этого ресурса потребителям. Проект по переброске воды из реки Кокоска в Чернореченское водохранилище закрыт. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, посвященном водообеспечению Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также столице республики. Нигде без мнения местных жителей никаких перебросок никуда не будет. И кстати, что просто я уже хотел жителей Бахчисарайского района успокоить. Никто без вас и без вашего мнения никаких решений могу сразу сказать по Кокоске бы не принял. Я же обещал еще позапрошлом году и договорились сразу. И когда Михаил Владимирович ко мне Развожаев обратился, я сразу сказал, то есть там воды мы Севастополю готовы были бы дать, если бы она у нас была. Регион Браский, нам севастопольцами делить здесь нечего и никогда, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда, соответственно, на этом сидеть не будем, всегда поделимся. Но если у нас этой воды в Кокоске в районе нет и не будет. Накануне временно исполняющей обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что сейчас местные власти ищут альтернативные способы водоснабжения города. Так, жителям планируют направить воды Кадыковского карьера и озеро Угасфорты. Идею использовать эти источники для снабжения города озвучил директор ГУП «Водоканал» Николай Перегуда в эфире телеканала НТС. Предприятие уже серьезно прорабатывает вопрос подключения к системе Кадыковского карьера. По оценкам специалистов, его объем сейчас составляет 4,5 миллионов кубометров, 4 из которых можно использовать. Учитывая то, что там есть родники, которые подпитывают карьер, они будут тоже еще добавлять. В ГАСФОР где-то можно реально взять 2-2,5 миллиона, которые дадут тоже подпитку на водозаборы, крыльца. И это тоже работа уже проводится к тому, что если дадут отмашку, мы готовы будем это все дело реально в жизнь воплощать. Громким градостроительным скандалом на прошедшей неделе обернулась завершающаяся реконструкция летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре. Из-за строительного забора, которым оградили место общественного отдыха, показались бетонные сооружения высотой в несколько метров. Общественники считают, что их возведение незаконно и может полностью изменить исторический вид центра Севастополя. Любимая севастопольцами «Ракушка» закована в строительный забор с июня прошлого года. Капитальный ремонт эстрады затянулся на 6 месяцев. Сначала меняли подрядчика, потом коррективы в сроки работ внесла пандемия. До сдачи объекта осталось чуть больше 30 дней. Но вместо открытого, полного воздухом пространства из-за строительного забора показалась двухметровая стена ступенчатого амфитеатра и почти в два раза выше помещение для аппаратуры. Дело в том, что Приморский бульвар – это комплексный объект культурного наследия. У него есть границы и есть определенные правила, что можно и что нельзя делать в этих границах. Так вот, «Ракушка», конечно же, сама по себе она не является ОКН, но она входит в границы Приморского бульвара. И на Приморском у нас запрещено любое капитальное строительство. То есть, ну, вы можете максимум урны местами поменять, но что-то строй здесь нельзя категорически, а кроме того, нельзя увеличивать параметры уже существующих объектов. Новые капитальные строения искажают внешний вид Приморского бульвара, исторический облик которого складывался более ста лет, уверен председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец. Если раньше эстрада «Ракушки» хорошо просматривалась практически от фонтана, то теперь с этой точки Приморского бульвара видны только серые стены и кирпичи. Исходя из этого, вырисовывается следующее. Правительство города Севастополя, принимая решение о реконструкции данного объекта, с моей точки зрения, не следовало требованиям приказа номер 73 об охране объектов культурного наследия, тем самым исказив внешний вид Приморского бульвара, одно из самых значимых мест отдыха наших севастопольцев. По словам депутата законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелого, архитектурно-художественный совет не согласовывал проект капитального ремонта «Ракушки». Замечание специалистов вызвало как раз закрытость сцены со стороны бульвара, ненужные ограждения и громоздкость всего ансамбля эстрады. Художественный совет, а может быть даже и раньше, его не согласовал. Было много замечаний по этому поводу, и мы сказали, что товарищ, доработайте, пожалуйста, проект и принесите моего посмотреть снова. Повторно, проект реконструкции «Ракушки» на архитектурно-художественный совет никто не приносил. То есть это не согласованный советом проект. Подтверждает эту информацию и председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалко. По его словам, на архитектурно-художественном совете проект презентовал представитель некоего общества с ограниченной ответственностью ТДМСК. Такое отношение к историческому центру Севастополя общественник считает просто неэтичным. Получается, что любой житель или гость города, входя на Приморский бульвар, оказывается фактически на задворках эстрады. Дело в том, что попадая с площади Нахимова на Приморский бульвар, человек не будет видеть вот этой широты картины, мостика нашего сразу не будет видеть, не будет видеть сквозь этот мостик море корабли, ложечки ходящие там, не будет видеть береговые батареи, он будет видеть глухую стену вот этого амфитеатра. Существуют этические какие-то нормы, которые, что нельзя, допустим, сорить в общественных местах. А если бы насырил, надо убрать, так вот это надо просто убрать. Непосредственный заказчик капитального ремонта – Дворец культуры села Андреевка, в чьем оперативном управлении находится ракушка на данный момент. По словам главы учреждения Алана Саламова, его предшественникам на архитектурный совет было предоставлено несколько проектов. И на сегодня, уверяет директор, все разрешения на работы есть. Разрешение на работу как раз-таки нам дает архитектура правильно для того, чтобы этот проект был утвержден, как раз-таки он был утвержден Маложавенко. И, точнее, не самим Маложавенко, а именно к культурным, ой, сейчас, архитектурным советом при Маложавенко. Напомним, Александр Маложавенко, экс-глава департамента архитектуры и градостроительства, является фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий. Кроме того, по словам Алана Саламова, согласование на капитальный ремонт в самом центре Севастополя, история которого насчитывает более 230 лет, с управлением охраны объектов культурного наследия города не требуется, ведь сама ракушка объектом охраны не является. Аналогичную информацию озвучил начальник главного управления культуры правительства Севастополя Николай Краснолицкий. Это капитальный ремонт, поэтому по условиям капитального ремонта мы не должны были обращаться, хотя вот сейчас, как говорится, я работаю с заказчиками, были посланы соответствующие письма, и сейчас мы просто смотрим, какие были нам даны ответы по этому вопросу. По словам Николая Краснолицкого, бетонный амфитеатр необходим, чтобы установить удобные кресла для зрителей ракушки, а в возведенном позади зрительного здала строения расположится стационарный центр управления световой и звуковой аппаратурой. Перенести его в другое место технически невозможно, считает чиновник. Однако он уверяет, что несмотря на все изменения, сцена останется народной. Я считаю, что со временем, конечно, сцена и условия для показа должны развиваться, должны становиться более современными. Для этого, как говорится, и делался капитальный ремонт. Мы отремонтировали здание, сохранив его исторический вид, исторический вид, который у него был в 19 веке. Что касается данной площади, где будут располагаться сидения, то предполагалось, что задняя сторона этой трибуны, она будет использоваться как арт-объект для того, что там на стене были и выставки, фото-выставки, и картинные выставки. В том, что проект капитального ремонта прошел все согласования, уверена и заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева. По ее словам, работы велись максимально прозрачно, а сам проект – это компромиссное решение, которое было реализовано на ограниченном пространстве ракушки. Вариантов ведь не так много. Первый вариант – сносим все, начинаем наказывать тех, кто это делал и возводил, что называется, приводим в ноль в состояние разрухи, либо мы все-таки объект завершаем, запускаем его в работу и смотрим, как он будет эксплуатироваться. Поэтому я считаю, что все-таки нужно подходить к ситуации, исходя из тех реальных обстоятельств, которые мы имеем на сегодняшний день. А на сегодняшний день мы имеем чуть больше месяца до срока сдачи объекта – 31 октября. Двухметровый бетонный амфитеатр и четырехметровое помещение под дорогостоящую аппаратуру, которое закрывает вид на отремонтированное здание ракушки, а также спор о том, насколько все-таки был согласован проект. Редакция НТС направит информационный запрос в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя, чтобы разобраться, какие именно объекты можно возводить на территории Приморского бульвара. Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, Севенфорумбюро. На прошедшей неделе стало известно, что руководство экс-подрядчика реконструкции исторического бульвара взяли под стражу. Басманный суд Москвы арестовал генерального директора общества с ограниченной ответственностью Меандр Елену Завадскую и экс-заместителя руководителя компании Евгения Ярмаша до 22 ноября. Поводом для их задержания послужило уголовное дело за хищение средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского Корсакова. Предприятие Меандр известно и на Крымском полуострове. Именно оно являлось генеральным подрядчиком неудачной реконструкции исторического бульвара в Севастополе. На работы, начавшиеся в сентябре 2018-го, Министерство культуры России выделило 435 миллионов рублей. Но вскоре деятельность на историческом бульваре приостановилась, а договор пришлось расторгнуть. Реконструкцию исторического бульвара в Севастополе завершит новый подрядчик. На работы готовы выделить более 125 миллионов рублей из федерального бюджета. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок заказчикам строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте выступает Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России. Победителю конкурса, в частности, предстоит создание центра «Корпус Рубот от Лебина» на базе частично демонтированного кинопавильона, реконструкция помещения для мемориального комплекса Ивана Папанина, а также реконструкция здания склада, где разместится отдел сувенирной продукции. Завершить работу и ввести объект в эксплуатацию должны к началу 2022 года. Другие объекты строительства, которые также вызывают обеспокоенность севастопольцев – ремонт теплотрассы и строительство сквера на проспекте Октябрьской революции. Недавно местные жители заметили на группе деревьев вдоль улицы красные метки. Люди опасаются, что это может означать вырубку зеленых насаждений, в том числе платанов, которые уже многие десятилетия украшают проспект. Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Мы подведем учет и пересчет деревьев. То есть еще помимо того, что есть проектные решения по благоустройству проспекта, у нас уже есть практика, мы такую проводили по севастопольских курсантов. Мы просто отмечаем те деревья, которые мы учли, которые мы прошли и посмотрели на них, что они попали в поле зрения наших общественников, подрядной организации, и, соответственно, все природнодзоры, которые выдают те или иные порубочные листы, наверное, для санитарной обрезки однозначно. Глава горхоза напомнил, что во время капитального ремонта предполагается снос только аварийных деревьев. Очень мало деревьев подлежат демонтажу. Порядка 30 из всего спектра. Там не очень большое количество деревьев, которые необходимо демонтировать, которые являются аварийными. Вторая очередь реконструкции Матросского бульвара находится в проектной стадии. Об этом телеканалу НТС сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Аракова, которая в 2018 году занимала пост главы Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя. С проектом Матросского бульвара Марина Владимировна выступила на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Санкт-Петербурге. Уникален опыт с точки зрения финансирования, восстановления этого значимого объекта. Во-вторых, это профессиональная работа архитектурной команды и подрядчиков, которые выполнили сложнейший комплекс и инженерных работ, и реставрационных работ, и строительных работ по воссозданию летнего кинотеатра, беседки в мувританском стиле и всех новых элементов, которые появились. 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В преддверии этой даты на Матросском бульваре собрались несколько десятков человек из индустрии гостеприимства. Все они получили благодарственные письма от правительства и законодательного собрания города. Заместитель губернатора города Мария Литовка отметила, что многие городские проекты стали настоящими брендами, известными далеко за пределами региона. Достаточно молодое направление в нашей стране – это экологический туризм. И здесь наш проект «Большая Севастопольская тропа» уже заработал свое такое хорошее имя в этом направлении. Одно из молодых направлений – это яхтенный туризм, который вот сейчас только начинает формироваться и соответствующая инфраструктура. 2020 год стал особенным. В деятельность всех предприятий внесла коррективы пандемия коронавируса. Но это время показало, насколько важной является работа севастопольских музеев и объектов культуры. Их открытия больше ждали даже не сами работники туристической сферы, а посетители. Мы, наверное, одни из первых, которые открыли наш музей, потому что запросы были уже очень большие и нельзя было уже дальше сдерживать людей, несмотря ни на что. Ввели, конечно, масочный режим, антисептики, конечно, температурный. Все мы выполнили, но количество людей в группах было резко ограничено. И люди, занимая очереди, чтобы попасть в музей истории Севастополя, на 35-ю батарею, занимали очереди и с вечера, и с раннего утра, с пяти, с шести. Списки, которые вели сами посетители, самоорганизовывая очередь и записывая фамилию, сколько билетов, понимая, что раз 15 человек в группе, то вот на сколько примерно хватит. А очередь через всю площадь. Об итогах летнего сезона крымской туристической отрасли в эфире телеканала НТС рассказала учредитель группы компании «Ласпи» Елена Баженова. Она сообщила, что с мая по август предпринимателям полуострова пришлось преодолеть немало трудностей, обусловленных введением ограничений из-за пандемии коронавируса. Служивающего персонала, линейного персонала на объектах размещения физически не хватало. Не хватало, потому что были закрыты границы. Границы с Украиной, границы с Белоруссией, границы с ЛНР и ДНР. Нельзя было приглашать оттуда обслуживающий персонал. Также непонятно было, когда будет открытие официальное в полном объеме, то есть случилось 1 июля, и заранее провести обучение, подготовку персонала. При этом Елена Баженова подчеркнула, нынешний приток туристов является искусственным. Внешние факторы сыграли в пользу, прежде всего, внутреннего туризма и в том числе Крым. Люди поехали отдыхать в Крым, поехали к морю. Нам нужно будет приложить очень много усилий всей туристической отрасли для того, чтобы сохранить, скажем так, большую часть этого потока. В пятницу Севастополь посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он провел совещание с руководителями городского управления внутренних дел, а также посетил Народный музей севастопольской полиции, где открыл новую экспозицию, посвященную героизму сотрудников органов внутренних дел при обороне города в 1941-1942 годах. В следующем году планируется создание отдельной книги о подвигах наших милиционеров в годы Великой Отечественной войны, которые здесь погибли в Севастополе, на других участках фронта. И будет сдан мемориальный комплекс, который уже начинает возводиться. Стабильный рост. В Крыму за сутки выявлено 86 зараженных коронавирусом. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава соседнего региона Сергей Аксенов. 28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 при скрининге здорового населения, в том числе один из них прибыл из другого субъекта Российской Федерации. Еще один случай завозной из Украины, сообщил Сергей Аксенов. Всего в республике зарегистрировали 4305 случаев новой коронавирусной инфекции, 576 из них за минувшую неделю. Выздоровели за весь период 2685 человек, умерли 59. В Крыму назначены служебные расследования по отказам в госпитализации крымчан с COVID-19. В среду, 23 сентября, глава республики Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения региона Игорю Чемоданову ежедневно отчитываться по каждому обращению граждан. Сергей Аксенов также рассказал о двух обращениях крымчан, заявивших, что они вообще не дождались медицинской помощи. График подачи воды ввели в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице ВКонтакте. Она написала, что ограничения потребления воды касаются самой Алушты, а также портейнита и малого маяка. Отметим, раньше графики подачи воды были введены только в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Теперь они затронули и курортные поселки. Задачи успешно выполнены. В пятницу 25 сентября на одном из крупнейших российских военных полигонов Капустин-Яр прошла финальная стадия стратегического учения Минобороны Кавказ-2020. Российские войска при поддержке иностранных партнеров уничтожили условного врага. За маневрами наблюдали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, а также военные аташе из 70 стран. С 21 по 26 сентября подразделения тренировались в совместной борьбе с террористическими отрядами на полигонах Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях. На минувшей неделе президент Владимир Путин назвал размер индексации пенсии в 2021 году, выступая на встрече с сенаторами в Москве. В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. Ранее Минтрут определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Согласно проекту основных характеристик бюджета пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года, в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля. В 2022 году 18 357 рублей, в 2023 году 19 283 рубля. Новый максимум за три месяца по числу заболевших коронавирусом. За сутки в стране выявлено 7 867 случаев COVID-19. За это же время выздоровели чуть более 3000 пациентов. В регионах усиливают контроль за соблюдением санитарных правил. Коронавирус не отступает, однако глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19 в стране. Глава ведомства считает, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона. «Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть. Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен. Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет», – заявила Анна Попова. Она отметила, что в целом ситуация стабильная, поэтому не требуется вводить новые ограничительные меры. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что гражданам необходимо помнить о простых правилах, которые помогают защитить здоровье и предотвратить распространение вируса. Это чистые руки, чистые поверхности, чистые предметы вокруг и масочный режим. Кроме того, в начале минувшей недели Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Планируется, что в исследованиях примет участие более 3000 добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных, говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что добровольцам будет представлена вся необходимая информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. После вакцинации граждане будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи. Клинические испытания планируют завершить в ноябре. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве о готовности помогать в продвижении российской вакцины «Спутник Ви». Ханс Клюге также попросил передать слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его выступление на Генеральной Ассамблее ООН, в котором он призвал к укреплению потенциала ВОЗ и снятию преград для партнерства стран в сфере медицины. Для нас это очень-очень важно. И, пожалуйста, скажите президенту, что у вас также есть верный друг в Европейском бюро ВОЗ в Копенхаген. В свою очередь Мишустин отметил, что реакция ВОЗ на пандемию коронавируса была своевременной, профессиональной, адекватной. Мы также готовы к конструктивному диалогу в интересах совершенствования системы международных медико-санитарных правил и по другим вопросам, которые могут представлять наш взаимный интерес. Российская вакцина «Спутник-5» была зарегистрирована 11 августа, став первой в мире вакциной против COVID-19. Во вторник в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой около 6 баллов. По данным МЧС, толчки ощущались в 12 районах области, а также в 4 районах Бурятии. В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Два землетрясения магнитудой 5,6 баллов и 2,3 баллы произошли с разницей в 15 минут в Иркутской области с эпицентром в 15 километров от населенного пункта Култук Слюдянского района. Очевидцы землетрясения сняли происходящее на видео. Так, винные бокалы, висящие на стойке для посуды и люстра на потолке, раскачиваются под действием подземных толчков. Информацию по страдавших и разрушениях не поступало. И к мировым новостям. 27 сентября Кабмин Армении ввел военное положение в стране на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В стране объявлена всеобщая мобилизация. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 27 сентября заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, отметив, что армия обороны справляется с ситуацией. Со своей стороны Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, что Армения начала интенсивный обстрел по позициям азербайджанской армии населенным пунктом. Среди населения есть убитые и раненые. Как заявили в азербайджанском военном ведомстве, командование вооруженных сил Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения. В ожесточенных боях участвуют танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом, по данным армянских властей, вооруженные силы Азербайджана бомбят населенные пункты и столицу непризнанной республики Степанакерт. В Минобороны Армении заявили, что были сбиты три вертолета, беспилотники и подбиты танки вооруженных сил Азербайджана. В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли. В свою очередь, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики ввели военное положение. Также объявлена мобилизация мужчин старше 18 лет. Затем в военное положение ввел Кабмин Армении. В стране объявили всеобщую мобилизацию. Александр Лукашенко в среду вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации, на которую было приглашено несколько сотен человек, прошла во Дворце независимости. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК Республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента. Как сообщает агентство, на церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта. Лукашенко на церемонии инаугурации заявил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность своих убеждений. День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы. Убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Он отметил, что цветная революция в Беларуси не состоялась, а события, происходящие в стране в последнее время, позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. Глава белорусского государства подчеркнул, что страну необходимо вернуть к безопасной жизни, а обществу прийти к согласию ради будущего. Президент республики назвал сильную власть единственным залогом выживания страны. Лето в сентябре. В Германию и Великобританию вернулась жара свыше 30 градусов тепла. Люди массово выходят на прогулки и едут на пляжи, что может способствовать росту заболевания коронавируса, предупреждают власти. В Германии во вторник температура поднялась до плюс 34 градусов Цельсия. По данным немецкой метеорологической службы, самого высокого уровня ртутные столбики достигнут в долине Рейна, на юго-западе и на востоке страны. Эрика Хоффман из Кёльна говорит, что рада возможности погреться на солнце в середине сентября. Жара установилась в стране в выходные и продержится, как ожидается, до среды. Люди прохлаждаются на пляжах и набережных. Вчера мы ходили купаться. Как называется это место? Роденкирхен. Было приятно. Наконец-то еще немного лета. Теперь, когда мы в отпуске, мы можем этим наслаждаться. Мы рады хорошей погоде. Германия – не единственная европейская страна, где наблюдается не по сезону теплая погода. В юго-западной части Франции температура достигла во вторник рекордных 37,9 градусов. На юге Англии, по данным метеорологов, температура превышает норму на 10 пунктов. Теплая погода установилась в то время, как власти Великобритании ужесточают меры по борьбе с коронавирусом в попытке обуздать новый всплеск инфекции. В понедельник в Брайтоне люди заполонили пляжи и прибрежную зону. Отдыхающие наслаждались рыбалкой, греблей и различными видами спорта. Ожидается, что всю страну на этой неделе накроет теплый фронт. И, как предполагают синоптики, это будет самый продолжительный жаркий сезон в Соединенном Королевстве с 2016 года. И завершаем итоговый выпуск новостей информации о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, в понедельник в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей. Три мальчика и шесть девочек. А на сегодня это все. Ежедневный обзор новостей Крыма, России и мира смотрите по будням в 20.30. Все материалы можно найти на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова